Агроусадьба Павлинка в деревне Чернавщицы Каменецкого района стала первым объектом экотуризма, который посетила наша съемочная группа. Гостевой дом был построен пять лет назад и за это время завоевал репутацию райского уголка для тех, кто любит настоящий деревенский колорит в современном обраблении. Владимир Здоровцов, хозяин аутентичного шале и автор внутреннего и внешнего убранства, выступил в качестве гида и провел для нас познавательную экскурсию по своей усадьбе. Посмотреть было на что. Составленная мебель из натурального дерева, дубовые балки на потолках, баня с дровяной печью. По словам Владимира, открывая семейный агротуристический бизнес, они делали ставки на высокое качество обслуживания, комфорт и уют. Именно это характерно для многих западных агроусадеб, после посещения которых семья Здоровцовских решила создать свой белорусский агроэкотуризм. Мы выезжали периодически в Польскую республику и останавливаясь на ночлег для проживания, снимали жилье. Оно называлось агротурыстика. Было еще это совершенно нам непонятно и незнакомо, еще этого совершенно не было в Белоруссии. И мы думали, вот было бы такое в Белоруссии. Здорово. И в конце концов это появилось движение. Ну и решили мы включиться. В 23 километрах от Павлинки в деревне Голый Борок расположился еще один уголок нетронутой природы, который посетила наша съемочная группа. Им стала агроэкоусадьба «Калинка-2». На берегу Пущанской реки, на 16 сотках, считание Липович возвела двухэтажный уютный дом с шестью спальнями, в котором царит настоящая деревенская атмосфера. «Калинка-2» – это второй объект агроэкотуризма, авторами которого являются Зоя и Юрий. Первая агроусадьба, созданная этой семьей, находится в деревне Чернавчица Каменецкого района. Учесть все пожелания гостей – первая задача для супружеской пары, с которой, к слову, они успешно справляются. Туристам, которые уже успели посетить агроусадьбу, нравится это место прежде всего за его близость к природе. Во-первых, река, лес, деревня старая, такая колоритная, жители, такие в возрасте, будем говорить, со своим, да, старожилы, со своим менталитетом. Ну, мне нравится вот этот уклад их жизни здесь. Здесь еще, конечно, это тупик деревни, где мы, по сути дела, никому не мешаем, потому что, конечно, бывают и шумные какие-то компании попадаются, и всякие. Так здесь вот самое для этого место. Кто бы сюда не приезжал, говорит, у вас тут биоэнергетика, как ее измерить, в чем она там дозируется, я не знаю. Но люди просто чувствуют это место. Тут еще не было дома, тут был просто такой маленький хаос природный, вот, заросли и бурьян, но чувствовалось, есть потенциал. И когда мы все это очистили, мы это почувствовали, да, это то место, где хочется даже самому жить. И этой радостью хочется с другими поделиться. Вместе с туристами посидеть где-то вечерком, когда все дела сделаны, поговорить, послушать тишину, как говорят голландцы. Пойдем слушать тишину. В планах у хозяев Калинки-2 построить баню, беседку, кемпинговую площадку, а также создать безбарьерную суду для инвалидов. Это аутентичное шале, одно из 300 расположенных на территории Брестской области. Чистый воздух, толерантность белорусского народа, приемлемые цены, а главное – уникальная природа. Все это, безусловно, притягивает гостей из-за рубежа и делает агроэкотуризм настоящей жемчужиной и визитной карточкой нашей страны.